Древний Рим был величайшей империей того времени, но не все знают, что в это время существовала еще одна могущественная империя, которая наводила страх и трепет на римские легионы. А карфагенские корабли властвовали в Средиземном море, не давая развернуться легендарному римскому флоту. Одним из ярких моментов истории противостояния великих держав была история о Великом Ганнибале. Ганнибал родился в 247 году до н.э. в Карфагене, одном из величайших городов своего времени. Он принадлежал к аристократической семье баркидов, которая была выдающейся не только в политическом, но и в военном плане. После смерти отца Ганнибал был назначен командующим войсками Карфагена в Испании. Немедлив ни минуты он начал с укрепления карфагенских позиций, активно ведя кампании против местных племен, при этом часто предпочитая дипломатические решения, устанавливая союзы с местными народами. В 219 году до н.э. он начал осаду Сагунта, греческого города-союзника Рима, что стало причиной для начала Второй Пунической войны, так называют войны между Карфагеном и Римом. Осознавая приближение конфликта с Римской империей, Ганнибал укреплял свои позиции, вербовал войска и активно готовил их к будущим сражениям. Благодаря своим действиям он превратил Испанию в мощную базу для Карфагена перед началом кампании против Рима. Осознавая, что если бить, то нужно в сердце врага, Ганнибал задумал дерзкий план по внезапному вторжению в Италию, желая застать врага врасплох. Поход Ганнибала начался в 218 году до н.э., когда он выступил из нового Карфагена, столицы Карфагенской Испании, современная Картахена, Испания. Первым крупным препятствием на пути Ганнибала стали Пиренеи. Ганнибал выбрал маршрут, который вел его вдоль побережья Средиземного моря. Перед тем, как пересечь горы, он оставил в Испании своего брата Газдрубала для защиты завоеванных территорий и обеспечения поступления ресурсов для войны. Чтобы обезопасить свой фланг от возможных нападений со стороны местных племен, Ганнибал заключил союзы с некоторыми из них, используя как дипломатию, так и силу, чтобы обеспечить себе безопасный проход. После Пиренеев Ганнибал двинулся в Галию, территорию современной Франции и Северной Италии, где его встречали с переменным успехом. В некоторых местах местные племена видели в нем освободителя от римского господства и присоединялись к его армии, в то время как в других местах они оказывали сопротивление. Одним из ключевых моментов его похода через Галию было пересечение реки Радан, которое Ганнибал осуществил с помощью быстро сооруженных плотов и лодок, в то время как его кавалерия и боевые слоны переправлялись через реку в более узких местах. Далее было самое грозное препятствие – это Альпийские горы. Переход через Альпы начался в начале осени 218 года до н.э., что добавило дополнительные трудности из-за ранних снегопадов и холодов. Ганнибал выбрал один из менее страждущих маршрутов через Альпы – через перевал Монсени. Армия двигалась медленно, каждый день преодолевая огромные трудности. От крутых подъемов и опасных узких троп, где один неверный шаг мог привести к падению в пропасть, до нападений местных племен, использующих высоту для засад. После долгого и изнурительного перехода, который длился около 15 дней, Ганнибал и его армия, наконец, достигли вершины Альп. Это было великолепное достижение, которое не только укрепило дух его войск, увидевших перед собой равнины Италии, но и шокировало сам Рим, не ожидавший такого дерзкого и смелого маневра от карфагенского полководца. Спустившись на равнину, Ганнибал решил переждать зиму и пополнить свои запасы. В этом ему помогали гальские племена, которые радовались освободителю от римского ига. В июле следующего года Ганнибал прибыл в район Канн, где его уже ждала римская армия во главе консулов Луция Эмилия Павла и Гая Терренция Ворона, которые собрали одну из самых многочисленных армий в своей истории, решив раз и навсегда покончить с карфагенской угрозой. Итак, одна из величайших битв в истории человечества начиналась. Расстановка сил. Армия Ганнибала. Пехота. Около 50 тысяч пехотинцев, которые включали. Тяжелая пехота. Ливийцы и иберийцы в захваченных римских доспехах. Примерно 16 тысяч человек. Легкая пехота. Галлийцы и болеарские прашники. Остальная часть пехоты, составляющая разницу до общего числа 20 тысяч человек. Кавалерия. 10 тысяч кавалеристов, разделенных на тяжелую кавалерию. Главным образом иберийцы и кельты. Примерно 4 тысячи. Легкая кавалерия. Нумидийцы. Оставшаяся часть до общего числа кавалерии. Боевые слоны. От 30 до 40 боевых слонов, едва уцелевших от изнурительного перехода горных массивов. Армия Рима. Пехота. 100 тысяч пехотинцев, включая. Римские легионы. Профессиональные, тяжело вооруженные пехотинцы. Около половины от общего числа пехоты. Союзные войска. Различные итальянские племена. Вторая половина пехоты. Кавалерия. Около 20 тысяч кавалеристов. Большая часть из которых была союзнической кавалерией из разных уголков Италии. Центральная пехота. Ганнибал разместил своих галийских и иберийских пехотинцев в центре своего строя. Эта группа составляла основную массу его пехоты и была развернута таким образом, чтобы формировать дугу или полумесяц, выгнутый в сторону римлян. Фланговая пехота. На флангах центральной пехоты Ганнибал разместил своих ливийских пехотинцев, которые были вооружены и обучены в римском стиле. Кавалерия. Карфагенская кавалерия была ключевым элементом в стратегии Ганнибала. Он разместил свою тяжелую кавалерию, в основном состоящую из галийцев и испанцев, на левом фланге против римской кавалерии. На правом фланге Ганнибал разместил нумидийскую легкую кавалерию. Боевые слоны. Хотя количество боевых слонов у Ганнибала к тому времени значительно уменьшилось, они, по некоторым источникам, были использованы в начале битвы для попытки дестабилизировать римские ряды. Слоны были размещены на переднем крае карфагенской армии, но их эффект был ограничен, поскольку количество слонов было сокращено изнурительным переходом через горы, а также физическим состоянием слонов. Римляне под командованием консулов Луция Эмилия Павла и Гая Терренция Ворона приняли традиционную для себя линейную боевую расстановку. Однако с некоторыми особенностями, обусловленными уверенностью в своем численном превосходстве и стремлением к решающему сражению. Фронтальное расположение. Римляне разместили свои легионы в центре, создавая очень густую и мощную пехотную линию. Это было сделано в надежде прорвать центр карфагенян, который казался им наиболее слабым местом. Фланги. На флангах римляне разместили свою кавалерию, которая была слажена благодаря постоянным военным походам. С первыми лучами солнца Ганнибал приказал своей нумидийской легкой кавалерии на правом фланге и иберийско-гальской тяжелой кавалерии на левом фланге начать маневры, направленные на оттеснение римской кавалерии. Вскоре кавалеристы с обеих сторон схлестнулись в первых стычках сражения. Постепенно кавалерия Ганнибала стала теснить римские ряды. Под натиском яростной атаки римляне стали сжиматься. Далее наступил черед пехоты Ганнибала. Они начали преднамеренно медленное продвижение вперед, создавая иллюзию уязвимости, почти провоцируя римлян на атаку. Эти войска, состоящие не из самых дисциплинированных или надежных солдат в армии Ганнибала, были тщательно подготовлены к этому моменту. Они выстроились таким образом, чтобы их линия казалась более тонкой и привлекательной для атаки, создавая в римских легионах уверенность в своей предстоящей победе. Как только римские легионы начали двигаться навстречу, они обнаружили, что их атака, казалось бы, увенчалась успехом. Центр карфагенской армии медленно отступал, создавая иллюзию римского превосходства. И этот момент был критическим. Римляне, чувствуя возможность решающего удара, продолжали наступать, углубляясь все дальше в формирующуюся ловушку, которая образовалась в полумесяц, где центр буквально заглатывал пехоту римлян, уводя их все глубже в свой тыл. Ганнибал наблюдал за этим, хладнокровно рассчитывая каждое движение. Его центр, хоть и казался на грани разгрома, был твердо удерживаем, благодаря безупречной дисциплине и преданности солдат их великому командиру. В это время кавалерия Ганнибала уже реализовывала свою часть плана, уничтожая римскую кавалерию и готовясь к решающему удару во фланги и тыл противника. Именно этот момент, когда пехота римлян уверенно двигалась вперед, полагая, что победа уже почти в их руках, стал предвестником одного из самых решающих и неожиданных поворотов в истории античного военного искусства. Этот маневр с одной стороны демонстрировал стремление римлян к доминированию на поле боя, но с другой подыгрывал стратегическому плану Ганнибала, который предусматривал именно такое развитие событий. Ключевым элементом боя стало возвращение карфагенской кавалерии на поле боя после успешного отражения и разгрома римских кавалерийских подразделений на флангах. Кавалерия под командованием Ганнибала, состоящая из нумидийских и иберийско-гальских отрядов, выполнила обходной маневр и начала атаку на римские фланги и тыл. Атака с флангов и из тыла лишила римские подразделения возможности эффективно маневрировать или организовывать оборону. Римские легионы, рассчитывающие на свою плотную формацию для прорыва карфагенского центра, оказались фактически окружены и изолированы от поддержки. Кавалерийская атака Ганнибала разрушила организацию римских войск, вызвав среди них хаос и панику. Римские фланги, подвергшиеся удару с тыла, быстро потеряли боеспособность, что позволило карфагенской пехоте с флангов и из центра эффективно давить на римские легионы, втискивая их в еще более плотное окружение. Ситуация для римских легионов усугублялась каждой минутой. Все меньше оставалось пространства для боя, что делало невозможным использование их численного превосходства и боевых навыков. Ограниченные в своих движениях и не способные адекватно отвечать на многочисленные атаки карфагенян с разных сторон, римские солдаты подвергались массированным и целенаправленным ударам. Таким образом, в момент угрозы критического уничтожения, Ганнибал приказал оставить коридор для убегающих римлян. Ведь, как известно, зажатый в тиски враг бьется не на жизнь, а на смерть. В итоге часть римлян пустилась в бегство, но по пути их терзала конница Ганнибала. К концу дня последние римские отряды дрогнули и пустились в бегство. Римские полководцы Луций Амилий и Гайтеренций Ворон также бежали с поля боя, после чего стало ясно, что битва была окончена. Таким образом, разгром римских легионов был результатом эффективного применения Ганнибалом принципов тактики окружения и использования преимущества в маневренности кавалерии. Результатом стала колоссальная потеря жизни среди римских войск и одно из самых крупных поражений в истории Римской Республики. Битва при Каннах навсегда вошла в историю человечества как одно из самых громких поражений могущественной Римской империи. Но Рим все еще стоял на ногах и продолжал угрожать существованию Карфагена. Впереди еще были эпохальные сражения с Ганнибалом. Но это уже другая история. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нам очень важно ваше мнение. До скорых встреч!